Слава Иисусу Христу! Когда Господь на горе Иллионе вознесся, я прочитаю эти события. Луки, последняя глава, и как-то я со своими детьми разговаривал, когда Он воскрес. Давайте я чуть раньше возьму. 35 стих. «И на ноги Мои, это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». «И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища?» «Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взяв, ел пред ними, и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о нем, о мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Это было Евангелие от Луки, и Лука еще написал «Деяния святых апостолов». Я прочитаю с первой главы. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. До того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеления апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, постраданий Своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андреев, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса и с братьями Его». Спасибо, что вы внимательно выслушали. Может, мы не всегда дома Слово Божие читаем, хоть здесь почитаем, да? Но я сам первый говорю за себя. Это слово, которое дал мне как бы Господь, вот оно у меня тут записано. И это слово, ну я не знаю, может ему как несколько недель. Я не готовился к сегодняшнему, это не специально, совпадение, такое получается совпадение. Я перечитывал притчи, читаю Старый Завет, вот сейчас притчи закончил, читаю Исаии, но вот в притчах у меня, в притчах, мое внимание обратилось на такое слово. Это притча 11.29, может высветите его, если есть. 11.29. «Расстраивающий дом свой получит в удел ветер». Притчи 11.29, может вы все это знаете. «Расстраивающий дом свой получит в удел ветер». Это проповедь о единстве. Вот написано, что Господь им сказал, ты иди туда, ты иди туда, ты иди туда, или что Он сказал? Он сказал, не расходитесь, стойте вместе, будьте вместе, и не просто будьте, стойте рядом друг с другом, а пребывайте в молитвах, в общении, в пребывании в таком благоговении. Я хочу об этом говорить, о единстве. «Расстраивающий дом свой получит в удел ветер». И еще есть другое место, Екклесиаста 10.8. «Кто разрушает ограду, того ужалит змей». И известны слова Иисуса Христа. «И если дом разделится сам в себе, то что написано? не может устоять дом тот». Это слова Иисуса Христа. Марка 3.25. Марка 3.25. «И если дом разделится сам в себе, трещину даст, не может устоять дом тот». Слова Иисуса Христа. Со временем любой дом под натиском испытаний может давать трещины. И мы, люди, говорим, где тонко, там что? Там рвется, да? В Исаии написано такое слово, 30 глава, 13 стих. «Господь, обращаясь к народу своему, говорит такие слова». Я прочитаю. Прочитаю с 12. «Посему так говорит святый Израиль, «Так как вы отвергаете слово себе и надеетесь на обман и неправду и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которая разрушение настанет внезапно в одно мгновение». Я хочу говорить, что трещины в наших отношениях, в отношениях в семье, между мужем и женой, в отношениях между родителями и детьми, в отношении в церкви, между братьями и сестрами, между членами церкви. Вот эти трещины, если их игнорировать, если к ним равнодушно относиться или закрывать на них глаза, то хотели бы мы этого, не хотели, со временем эти трещины завалят всю стену, завалят всю ограду. Поэтому Господь Иисус говорит, берегитесь того, чтобы вам расходиться, стремитесь к единству, объединяйтесь в молитве, заботитесь о том, чтобы Дух Святой пребывал с вами, чтобы мудрость Божия пребывала с вами. Не игнорируйте трещины, не игнорируйте и не относитесь к ним равнодушно. Их нужно ремонтировать, потому что она на этом не успокоится, эта трещина, недоразумение. Кто-то там на пастора глупости говорит, или, например, на служителей, или друг на друга. Не игнорируйте это, поставьте его на свое место. Покажите, что вы член этой церкви, поместной церкви, что мы пребываем вместе, мы заботимся друг за друга, мы прикрываем друг другу спину, мы ученики Иисуса Христа, среди нас пребывает любовь Божья. Я хочу сказать о том, что трещина это такая вещь, что она не успокоится. Если ее оставить, она даст другие трещины. Поэтому, как я читал с Экклесиаста, что кто разрушает ограду, того ужалит змей, или расстраивающий дом свой получит в удел ветер. Вот эти трещины, которые заваливают дом со временем, и человек остается без ничего. Я работал с одним человеком, он 15 лет был женат, и трое детей у них было, и он как-то даже хвалился, вот я 7 лет не брал отпуск, все работал, работал, работал. И получилось так, что она говорит, я хочу с тобой разводиться, и подала на развод, и он потерял. Его семья распалась, он потерял жену. Он игнорировал эти трещины, понимаете, в их отношениях. Они, как он говорит, grew apart. Они выросли, она сама по себе, он сам по себе, две семьи под одной крышей, и дом распался. И таких много есть примеров. Это пример из личной жизни одной семьи, которую я персонально знаю. Я хочу говорить об опасности трещин с одной стороны, и о важности единства с другой стороны. Что сказал Иисус, когда говорил Петру? Сатана о чем его просил? Чтобы что делать? Сеять их, как пшеницу. Как сеется пшеница? Пшеница сеется на расстоянии каждое зерно друг от друга. Никто же не придет, не выкопает яму, и ведро пшеницы не всыпет в одно место в яму. Правильно? Сеятель идет, и он рассеивает. Он рассеивает, как можно сказать, не то же как попало, но он рассеивает так, чтобы они разлетались отдельно. Но он говорит, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И придет время, ты, говорит, встанешь и защитишь братьев твоих. Братья и сестры, когда Господь уходил на небо, Он говорит, я хочу, чтобы вы были вместе. Единство главное. Единство – это база, чтобы пришел Дух Святой на вас. Если вы будете пребывать вместе в молитве, если вы будете единомысленны друг с другом, если среди вас будет пребывать любовь, поэтому узнают, что вы мои ученики. И Дух Святой при мудрости откровения будет пребывать с вами. Я эту проповедь назвал «Дом – это мы». Здесь, конечно, идет аж три темы, как идет семья, идет отношение между родителями, детьми, между мужем и женой и в церкви. Не будем забывать, что дом – это некрасивая усадьба, это не шикарная мебель, это недорогие автомобили, запаркованные на driveway, это недорогие картины на стенах в нашем доме, недорогие ковры, что дом – это мы, это наши отношения между мужем и женой, между детьми и родителями. Дом – это не эти красивые стены, дом Божий, церковь – это некрасивый карпет или там дорогостоящее оборудование. Дом Божий – это мы с вами. Как он сказал, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Будем дорожить друг другу, будем прикрывать друг другу спины, не будем давать место врагу. Если кто-то что-то плохое говорит, поставьте его на свое место, потому что мы знаем нашу поместную церковь, мы знаем, что с нами Господь. Я хочу сказать, что единство – это не что-то такое, что просто раз упадет с неба, как дар, и вот мы все едины. Единство – это то, за что мы должны бороться, за что мы должны прилагать усилия. Конечно, легко разойтись, и один себе Петр пошел ловить рыбу, Матфей пошел опять таксы собирать, или еще. Христос говорит, никуда не расходитесь, будьте вместе, вы все с разной семьи, как говорится, это же не то, что они все родственники были. Не расходитесь, будьте вместе, пребывайте вместе для того, чтобы получить обещанное. А что такое обещанное? Что было им обещано? Благодать Святого Духа. Дух Святой, который дает человеку сверхъестественные способности, дает человеку мудрость, дает человеку ведение, открывает путь, по которому идти. Исцеление твоих детей. Какие нужды? То ли семейные, то ли церковные. Способности приходят от Святого Духа. И я хочу прочитать такое место. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Галатам 5.15. И Господь, обращаясь к своему народу, говорит так, Амоса 9.11. «В тот день я восстановлю скиню Давида в упадшую, заделаю трещины ее в ней, и разрушенное восстановлю и устрою ее, как в дни древние». Можно подумать, что Бог во время творения мира работал, и как пришла суббота, Он успокоился и с тех пор отдыхает. Но мы видим, что Господь, закрутив рукава, заботится до сегодняшнего дня за свой народ. До сегодняшнего дня Он печется. И если в народе Божьем какие-то идут трещины, недоразумения, несогласия, враг наступает и сеет клевету, роет яму, то пусть Он сам в нее упадет. Господь говорит, Я заступлюсь за народ свой. Я встану и заделаю эту трещину. Я поремонтирую. Я не буду игнорировать эту трещину. Почему я это все говорю? Потому что Дух Святой наперед сказал, что враг за нашу церковь поместную, что враг ополчился на нашу церковь, и он, если так быстро сказать, как роет яму, он хочет разделения в нашей церкви. И я думаю, ну вроде бы мы все нормальные люди, мы же все ходим в одну, как говорится, церковь. Слава Богу, каждый болеет за церковь, друг друга любит, все, да. А это я слышу, что как-то поехала одна знакомая, и говорит человек, я 20 лет хожу в вашу церковь. Вот ваш пастор пострадал, так ему и надо. Еще бы хуже ему было бы. Я не могу поверить, что такое может быть. Как так можно сказать? И вот тебе на, вот тебе есть люди, которые не болеют за церковь, которые грязь говорят на церковь. Понимаете? Откуда это такое происходит? Почему? То я хочу, почему я говорю об этом, на эту тему, и я удивляюсь, и благодарю Духа Святого. Последнее время, почему-то мне такое, я говорю, Господь, Ты знаешь, что Ты говоришь. Дух Святой знает, что Он говорит. Мы люди, мы не видим полной картины. Мы думаем, что, как я чувствую, мне жалко, что Пресвитер пострадал, но надо же такое случиться, такое горе, все. Я думаю, что и все так люди чувствуют. Все нормальные люди так чувствуют. Человек пострадал, Господи, бласави его, чтобы он выздоровел, чтобы все было нормально. А я ошибался, не все так чувствуют. А другие пальцем махают, так ему и надо. Жалко, что выжил в таком духе, понимаете, братья и сестры. Враг, он не успокаивается. Он роет яму на народ Божий. Он сеет трещины. Он дает людям глупости говорить на церковь. То нам нужно объединиться в молитве, чтобы Дух Святой пребывал в нас, чтобы Господь за нас заступался и посрамил. И те, которые копают на нас яму, пусть они сами туда упадут, в эту яму. прочитаю такое Слово Божье. Это записано, когда, помните, не имея вернулся с Вавилона и стали они отстраивать разрушенный Иерусалим, то написано так, «И встал Елеяшев, великий священник и братья его священники и построили овечьи ворота». Когда, помните, каждый строил какую-то часть стены для защиты Иерусалима. Не написано, что встал Петр Моисеевич со своим родством и построили для нас, для всех защиту вокруг Иерусалима. Написано, что каждый участвовал, каждый строил, каждый влаживал свою часть, что единство не просто нам упало с неба один раз, но за единство нужно зачустив рукава бороться и восстанавливать всякие стены. Где есть трещина, дала трещину, ее нужно поремонтировать, ее нельзя игнорировать. И дальше написано, «Нееми описывает восстановление разрушенной стены Иерусалима и храма и говорит, «И встал народ и стал чинить, ремонтировать, восстанавливать, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его и укрепили его». 2 Паралипоминон 2,4,13 «Дорожите друг другом, дом это мы». Братья и сестры, я не о том говорю, что у нас там все тут разрушено, нет, я не говорю о том, что разрушено, я говорю о том, что Дух Святой говорит, что может разрушиться, что Дух Святой Он знает, что говорит, мы думаем, что все нормально, все в порядке, а Дух Святой знает, что говорит, что враг не успокоился, а продолжает грязь лить на церковь. Так вот, Слово Божие нам призывает, что мы должны встать и поремонтировать, где мы увидели, какие трещины, нужно эти трещины поставить на место, и таким людям сказать, ты не знаешь, что ты говоришь, покайся, покайся, и замолчи, потому что ты не знаешь, что ты говоришь. то пусть Господь благословит нас, как поместную церковь, исполнить то, о чем сказал Иисус Христос, будьте вместе. Это трудно, потому что мы все разные, разного возраста, разных национальностей, разного, даже мужчины, женщины, это нелегко, но Господь говорит, это возможно, потому что Он так говорит, то пусть Господь благословит нас, как поместную церковь, единодушно пребывать в молитвах. Да будьте его имя благословенно. Аминь. Давайте молиться.